В стабфондах Беларуси почти в полтора раза больше запасов по сравнению с прошлым годом. Объемы увеличены на 4000 тонн. Овощей уже заложили 81% от плана. Поднялась и планка по фруктам. Хранилища страны на межсезонный период будут пополняться продовольствием вплоть до 1 декабря. В стране появилась услуга персонального ассистента для инвалидов. Специалисты оказывают комплексную поддержку в коммуникации, участии в жизни общества, в решении повседневных задач. Сюда же входит оказание первой помощи, вызов врача и информирование родственников о состоянии здоровья. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопада. В отдельных районах может сгущаться слабый туман. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха до плюс одного. Среднесуточный показатель опустился на 4,9 градусов ниже средних многолетних значений и больше соответствует концу декабря. В Бобруске задержан курьер телефонных аферистов. Пенсионеру позвонил неизвестный с истории о ДТП, виновницей которого якобы стала его внучка, и предложил заплатить 50 тысяч рублей. Мужчина решил посодействовать правоохранителям и назначил встречу, а после позвонил в милицию. Курьером оказалась гражданка одной из соседних стран. Возбуждено уголовное дело. В городе накануне горела хозпостройка. ЧП произошло в первом переулке Дунаевского. Хозяева в это время находились на улице. Спасатели не дали пламени распространиться на жилой дом. Повреждены чердак и кровля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина нарушения правил эксплуатации печей.